Еще совсем недавно здесь, на этом месте, росли деревья, которые были посажены более полувека назад. Экологический островок служил детской площадкой и был излюбленным местом отдыха для пенсионеров. Однако в конце февраля жители обнаружили, что на месте их мини-парка остались лишь пеньки. Вот эти машины, это сейчас в 10 утра их столько. К двум часам здесь не просто проехать, тут даже пройти будет невозможно, когда вот самое такое время начинается. И это, я говорю, единственный экологический зеленый уголок был, который спасал нас от этого безобразия. И, пожалуйста, я не знаю, по чьей воле это все было уничтожено, кому это все мешало. Наталья Ни живет в доме по адресу Проспект Победы, 10, всю свою сознательную жизнь. Она говорит, что уже неоднократно на этом месте хотели что-то строить. Но если раньше все же удавалось отстаивать эту землю, то теперь, видимо, жители решили даже не спрашивать. Просто вырубили деревья под строительство еще одного бизнес-центра. Этот земельный участок, он предоставлен был еще, по-моему, в 2008 году под строительство бизнес-центра. В настоящее время договор аренды действующий. На сегодняшний день мы рассматриваем документы относительно выдачи разрешения на строительство. Пока строительство там не ведется. Имеются судебные дела, обращения жителей в судебные органы. То есть ситуация пока такая. Почему в администрации города, не спрашивая мнение жильцов, раздают договоры аренды, остается загадкой. Однако можно не сомневаться, что совсем скоро здесь начнется строительство бизнес-центра. И проблема стихийной автостоянки, и без того отравляющей жизнь жильцам, станет еще острее. Марина Непомнящих, Вячеслав Батоев, Алексей Ионов, Алексей Верник. Первая альтернативная.